В современных армиях 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 Пехоты и небронированные боевые машины могут поражаться пушечным огнём на дальности 4 километра. Вертолёты 2,5. Аптур даёт возможность бороться с танками противника на расстоянии свыше 3 километров. На башне Ростка, кроме того, смонтирован автоматический гранатомёт «Пламя». Это очень эффективное средство против живой силы противника. Таким образом, бронетранспортер получил оружие даже более мощное, чем гусеничная боевая машина пехоты. Это позволит Ростку в составе небольших групп мотострелков действовать в отрыве от основных сил и обеспечивать им огневое прикрытие. Тур-конкурс с успехом уничтожает прочные бетонные укрытия. Автоматическая пушка настолько мощна, что пробила на испытаниях бортовую броню танка «Леопард-1» и расколола лобовую. БТР-90 значительно крупнее и мощнее предыдущих моделей, включая БТР-80. Но, несмотря на это, он значительно подвижнее. По шоссе БТР свободно развивает скорость 100 км в час, а по пересечённой местности 50. Невиданные ранее показатели. Это стало возможным благодаря большому ходу подвески, новым амортизаторам и особым свойствам пулестойких шин. Он может продолжать движение даже при полном повреждении четырёх колёс из восьми. Двигатель БТР-90 беспрецедентно мощный для бронетранспортера. Мощность многотопленного дизельного двигателя с турбонаддувом 510 лошадиных сил. Больше, чем у знаменитой 34-ки. Росток – первый российский бронетранспортер, на который установлена информационно-управляющая система. Она обеспечивает автоматизированное управление двигателем и трансмиссией. А кроме того, она ведёт контроль и осуществляет диагностику основных систем бронемашин. Росток, несмотря на свои большие размеры, намного маневреннее предыдущих машин этого класса. Неоценимое свойство в бою. Он, например, может разворачиваться на пятачке, по танковому. Это достигается при помощи вращения колёс разных бортов в противоположные стороны. Как видите, управление вполне автомобильное. Руль и две педали. Тормоза и газа. Коробка передач автоматическая. Гидромеханическая. Реверсивная. Пока ещё Росток не принят на вооружение российской армии. Он проходит испытания в условиях, максимально приближенных к боевым. Не исключено, что облик серийной машины ещё претерпит изменения. В частности, рассматриваются варианты его вооружения башни от БМП-3 с двумя орудиями 30 и 100 миллиметрового калибра. Возможно, на БТР появится тепловизор. Специалисты полагают, что Росток станет базой для целого семейства машин. Не только боевых, но и командных, штабных, машин связи, медицинских и инженерных. Редактор субтитров А.Семкин